Прощай, Кугат, прощай, прощай, Кугат. Я вас приветствую, друзья, с вами Верус, и наша Мяуин штурмует последнее поселение Кугата. Здесь его песенка спета. Скорее всего, армия, которая подходит под креплением, ну, тут выживет, потому что есть бойцы, способные отступить, а не развалиться. Ну, это всё мелочи. Всё это мелочи, которые нас сейчас мало интересуют, потому что останется там жалкая горстка никчёмных созданий, и они уже будут ликвидированы быстро и оперативно. Ну, а те, кто заперлись в поселении, вполне возможно, будут просто наблюдать, как мы сражаемся для начала. Но не факт, но не факт. Может и выйти. Сейчас посмотрим. Сейчас, естественно, посмотрим, как оно получится, как оно будет развиваться. То есть мы идём изначально, да, как и планировали в прошлой серии, уничтожать подкрепление. Ну, а дальше уже дело техники. Поселение, кстати, знакомое. Это по планировочке даже его не признал. Так, минута до подхода. Минута до подхода. Перекрыть полностью вам проход. Есть вариант с флангов просто встать. То есть создать такой вот своеобразный коридор и их встречать. Но они же будут достаточно широким фронтом идти. И мне кажется, вряд ли у нас что-то в этом плане получится. Слишком велик риск, то нифига не выйдет. И надеюсь, что кугат будет не где-то рядышком у нас сейчас. Не где-то рядышком. Тебе запрещаем стрелять. Тут ставим барабан. Здесь тоже барабанчик. Подгоняем. Готовим пушки. Мяу-ин. Такс. Стрелки. Давай. Вас двоих сюда. Кавалерия прикроет. Тут одиночка. Арбалетчик, естественно, может работать. И за спин. Ну и кавалерия, естественно, сюда. Погнали. Пока в нас верят больше. А, кугат отлично. Чем больше чародеев, тем проще управлять ветрами магии. Замечательно. Кугат, в принципе, далек от этого фланга. Значит, со спины нас расстреливать никто не будет. Это великолепно. Собственно, тогда героев переводим поближе. Им надо раскачать. Пока мы ждем подкрепления. Здесь укрепления будут появляться и усложнять нам жизнь. Но все-таки подкрепление куда важнее. Сейчас уничтожить и уже знать, что со спины никто нас бить не посмеет. Ждем. Осматриваем. Хорошо. Хотя, подожди. Стоим. Вот единственный минус такого вот режима. В том же Риме, в Атиле, по-моему, стрелка не пропадала. Прицел. Именно, да? Как вести огонь не пытаешься. А здесь все. То есть, если ты скрыл интерфейс, то и прицел не будет. Ой-ой-ой. Мастер-о-мазир! Лучше пытаешься! Син-янь-с-фаith-fall! Я лучше пытаешься! ждем кавалерия выходим вы бегом магии ну как таковое у нас к сожалению нет атакующий максимум вот ветерочек можем продуть эти зловонные ветра правильно касается по кстати барабанов барабаны бить барабаном быть давай 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 куда вы разворачиваетесь ну зачем так ладно давай с фланга пока постреляем кавалерия залетай ой ой как нехорошо у нас а сейчас получается на самом деле как нехорошо и некрасиво пока мы там пытались стрелять из пушки но тут хорошая возможность пушкой так пройтись но она после выстрела начинает разворачиваться отвратительную систему ну и и еще и псы до артиллерия встряла уходим это васи устроили первоклассную но остальная армия куда-то ждет своего часа так все эти распались снайпера потихонечку разворачивайтесь орудие хоть одно осталось не жабы а вот одно осталось осталось одно орудие хотя бы осталось и на том спасибо уже неплохо максимум четыре отряда до по жабам сможете не не видят их жаб пока еще здесь не видят но не лезем не лезем не лезем вышка дальность 200 а ну-ка ладненько зайдите с этой стороны барабан усиливаем броню здесь один зайдет как раз жаб попробуем расстрелять что-то я не рассчитал что они же не все разом придут забыл о лимите что там еще подойдут надо было ждать надо было выжидать чуть меньше потерь было бы по ряду позиций жаб постреливаем где еще один отряд а гниющих прислужников так то надо тоже расстрелять сейчас я надеюсь арбалетчиков хватит снаряда тут буквально чуть-чуть еще наверное снять хотя бы оставить 25 процентов снарядов и можно забить в случае когда они нападут распадутся отряды шустренько дисциплина плюс 10 прорвать можно и здесь попробовать почему ты туда стреляешь подойди ближе так выходим пойдешь достать хотя можно ради интереса великана приказать по идее есть вариант выбить и жабам как раз достается а ну-ка подходим а ну-ка подходим бегово бегово домашняя заготовочка от нургликов гачи нургал идет хотя вам уже наверно лучше запретить стрельбу пусть выходит пусть выходит нам в идеале еще кугато кромсать и великана поэтому снаряды пригодятся а он выманиваться сильно не хочет я смотрю на так но на 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 великан свалил великан чтобы попытаться выбить надо как это сюда уже заводить что все стоим ждем а 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 и а а а а а а не стреляй а 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 Блин, мы по своим сейчас смотрим. Но вот сюда может быть нет. И заходим. Сразу же заходим. Отставить стрельбу. Первый отряд залетает вместе с полководцем. Остальные попробуют окружить нурблюков. Давай. Схлестнулись две медлительные силы. Так, а вот и Кугат развернулся. Бегом, блин. Кугат это... Страшная сила на самом деле. Вы отступите. Блин, очень больно. Вот, есть контакт уже. Хотя бы. В скалу вроде как периодически начинает попадать. Но выводить подкрепление опасно. Так, он до тебя не достанет. Если Кугат сейчас будет пойти стрелять... Так, он до тебя не достанет. Если Кугат сейчас будет пойти стрелять... Все нормально. Этот... Эээ... Жаль. Кто не пошел. Ждем. Так, расстреливает дракона. Замечательно. Значит, выведем. Да, начинайте стрелять, но вы че. То есть стрелков сейчас подвести, расстрелять великана. Это за милую душу бы. Но Кугат со своим обстрелом положит очень много наших. Поэтому ведем артиллерию. Давай-давай-давай-давай, сосредоточьтесь. Скачи сюда. По летающему не может попасть на милую. Мимо. Продуть этих гадов. Сен-Ян с фейфор. Сен-Ян с фейфор. Сен-Ян с фейфор. Сен-Ян с фейфор. Мейджа в цельсио-кор. Мистерс о фейфор. Мистерс о фейфор. Мистерс о фейфор. Мистерс о фейфор. Давай-давай-давай-давай-давай. Сколько снарядов у тебя осталось? Половина. Подкрепление пока не могу себе позволить. Выше надо. Брать. Ну, пусть он по тебе стреляет. Ничего страшного. Отлично. Сен-Ян с фейфор. Пороться. Сен-Ян с фейфор. Правильно. Можно подойти поближе. Сен-Ян с фейфор. Сен-Ян с фейфор. Мы позиционируем. Для защиты. Хорошее попадание. Полилась там желчь на землю. Терпи, терпи, терпи. Главное, чтобы сейчас вот этот тебя не закидал, на самом деле. Отряд. А они такое ощущение, что идут закидывать. Или нет? Ладно, ворвись на коне. Давай на своем. Коне, врывайся. Нормально, нормально, нормально. Это вы переживете. Блин, у вас осталось, кстати, много еще. То есть... Похоцанные... У вас многовато. Держимся, держимся. Проблем не будет. Пугаччане не самые крутые ребята в плане урона. Они больше по хп. Вообще, давай, по всяким гадостям. Выводить отряд сюда опасно. Надо полководца нашего кинуть. Выходи. Так, но здесь вот... Как раз Шушера нас чуть и не сбила. Мой шарик. Пока мы лично руководили... Это Шушера откидал. Я еще и почему переживал, что их достаточно много осталось. Но что неприятно может получиться в итоге. Так, ну окей. Все пока идет хорошо. У Кугата заканчиваются боеприпасы. Мы стягиваем наших бойцов. Элита спокойно реагирует на все. Кугата закончились боеприпасы. Прям идеально. Есть еще бомбочки. На них. Сейчас тратиться они станут. Забегай. По чуть-чуть он хп. Хотя он... По чуть-чуть. Прилично так хп еще. На самом деле неплохо. Подняли. А, ну еще и перемалыватель душ по тебе зарядил. А он-то намного точнее, чем Кугат. Так что неудивительно. Ну, практически он всю серию сейчас буду возиться. С Кугатиной. С Кугатятиной. Спокойненько. Отрабатываем по ним. Раз он не хочет. Выставлять всех мы не будем. Заморачиваться. Так. Бойцы посвежее идут. Вы пока остаетесь отдыхать. Отдыхать. Мой тест. Полководец. Сюда. Разворачивай орудие. Ладно, долго будешь разворачивать. Проще вот так вот приказать. Все, отставить. Не стрелять. Вам тоже запрещаем стрелять. Точку захватим. Артиллерия в данной ситуации будет... Куда точнее бить. Ломаем баррикаду. Но эти баррикады зависят от центральной точки 100%. Так что ее не трогаем. О, неожиданно. Откуда нурглики вылезли, да? Но побоялись напасть. Точка взят. Точка взят. Разрешаю стрелять. Разрешаю стрелять. Ну вот куда ты пришел. Сгорать просто. Сгорел, бедолага на работе. Оббегай. Оббегай. Почему не можешь? Ну облети. Давай. Какое-то уведомление прислал бы. Не всегда эту красненькую заметишь. Вращайся. Заразу. И артиллерия его сбила. С этого трона. Он как обгадился. Бедолага. Ну. Соответственно штурм такой. Не идеальный. Не образцово-показательный. Ну. Зато. Вполне с приемлемыми потерями. Можно было еще. С меньшими потерями сыграть. Но наверное так было бы дольше. Так было бы еще дольше. Армия подкрепления. Вполне предсказуемо выжила. Не все распались. Не все способны были распадаться. Разграбить и занять. В любом случае красный регион. Не знаю. Есть ли смысл нам равнины эти удерживать. Мы можем отдать ограм. В принципе то. Территорию эту можно отдать ограм. Как ее продать подороже. Взять. И построить соответственно необходимое им. Может быть и на Зерулус обменяться получится. Если такой обмен пройдет. Ну это нормас. То есть таким образом мы не сковываем. Одну армию. В данном случае все таки мяу-ин. Она останется. Свободной. Для маневров. И можно ее будет подключить уже. К сражениям. Против гномов хаоса. С этими ограми улучшим отношения. И одной армии будет более чем достаточно для удержания. Более того. Если вдруг. Скарбранд решит с нами повоевать. Вопрос. Еще решить ему придется с ограми. Не сказать. Чтобы это как бы. Большущее препятствие будет. Для него. На фоне текущих. Тех изменений. В любом случае. Какой-то заборчик. Который ему еще нужно перелезть. Дабы добраться до нашего сада. Правильно? Это хорошо. Это уже неплохо. Может быть и выиграет ход другой. А порой и один ход. Меняется полностью. Расклад в тот ватт. Так. 9000. Черный клык. Огненная глотка. Давай. В огненной глотке. Сейчас. Раскачаем. Хотя черный клык. Конечно на границе. Его. Ну давай. Ладно. Дольше будешь строить. Если бы климат был более-менее приемлемый. В плане зеленый. Ну что значит более-менее. Да. Хороший. То есть строительство все равно ушло бы не моментально. Нам требовалось бы выжидать время. Я бы построил все-таки в тылу в первую очередь. А потом уже занимался строительством на границе. Но так как сейчас проблема. Проблема. Все-таки может нарисоваться. И я не успею построить за 8. Я рискну. Рискну. Потому что если сейчас строить здесь 8 в тылу. Потом ждать еще время определенное. Необходимое для того чтобы появились поселенцы для улучшения следующего. Ну в красном регионе мы не дождемся укрепления границы. Поэтому рискнем. Ну и кислив. Да. Я видел. Кислив забрал Юрец. В желче сбор. Да его сейчас зовут. Ну да ладно. Так вот. Юрец захватил огры. Двумя стэками Кислив не смогли взять. Но они очень сильно потрепали гарнизон судя по всему. И в итоге. Легион чертей пришел. И без потерь я думаю взял столицу. Катарина не обескровлена. В любом случае она готова грызнуться. Она будет готова сейчас дать бой. Как восточные степи восстания. Это мелочь. Чумотворцы уничтожены. Конвой прибыл. Вы встретили в своих землях конвой гномов хаоса. Он принес вам сказочные богатства. Сказочные богатства. Он принес нам тысячу. Просто неимоверное богатство. Ломаем. Тренировки. Пусть будут тренировки. Включение дохода. Так увеличение дохода. День хоу. На границе тучи ходят хмуро. Но тут все тихо. Равнины. День бонзин. Отменяться ты вряд ли. Ой, это плохо. Слушайте. Он тут столицу обустроил. Взируус. Я-то уже... Представлял... Как мы обмениваемся. А тут нифига. Столица у него. Так, азерулус. Мне кажется, они... А где их стартовое поселение было? Либо гранитные шипы, либо отсюда. Да, у них может быть стартовое поселение. То есть в теории, если выменить город, потом ему, ну вот это могу, подарить их стартовое поселение. Так, убийца хаоса. Как город называется? Камень испытаний. Вот камень испытаний я могу взять. Гранитные шипы тоже. Но я не помню, какое у них стартовое поселение. Это надо бы... Прям напрячься. Кто знает, в комментариях пишите. Да? Может быть и провернем такую тему. Обменяем поселение, допустим, у этих огоров. Что им предложить, в принципе, у нас есть. Мы можем даже гору сабли отдать ради этого. Там, в любом случае, договориться о праве прохода за данное поселение. Вопрос открытый и решаемый. Главное забрать поселение, которое может стать их столицей. Потом это поселение им надо будет, я думаю, подарить. Может выменять. Ну, что мы выменяем у них? У них вот территории, которые нам тоже нафиг не сдались. Мы от этих еще избавиться сейчас не можем. А потом данное поселение уже менять на столицу. Ну, только если так. Любопытство ради... Как там называется поселение равнины? Оценивает пока не густо. Ну, сейчас достроится, отремонтируется. Все равно за деньги ремонтировать не буду, оно постепенно ремонтируется. И само, потом, когда мы это все провернем, может и восстановится поселение само. О! А вот и долгожданное в каком-то роде вторжение. Наконец-таки данные армии начинают... ...работать. И им нужно нападать. Еще неизвестно кто. У вас с первого победа, кстати. Потери колоссальные будут. Но здесь... Армия, достойная, вон с мамонтами уже приходит. И я все-таки позволю им слиться. На следующий ход зайдешь и тут... ...разберемся. А вот штурмовать, что они будут, вопрос большой. То есть тут я мог себе позволить армию... ...немножечко подслить. А здесь уже либо нападать и лично пытаться их разбивать... ...либо делать ставку на стены. То, что змеиные врата, допустим, устоят, если они не захотят напасть на глазную крепость. То есть мы, к примеру, выводим сюда отряд. Мы этот отряд выводим и сажаем в железную бурю. Поселения, которые, скорее всего, будут под ударом. И только они могут оказаться под ударом. Защищены. Не защищены будут лишь врата. Правильно? Но врата, в любом случае, имеют хороший гарнизон. Потянут ли они два стека здесь? Вопрос. То есть с драконьями вратами, я думаю, без проблем. Одну армию вынесем. Даже если там мамонты, даже если там воители крутые и... ...и всех прочих, кого может выставить Норска, гарнизон потянет. Гарнизон сможет. А вот два стека. А вот не уверен. Это... ...дилемма. Такс. Это уже тут времени не осталось. Если сейчас драться, то надо драться. Все-таки. Может быть, подойти поближе к армиям. Дабы раскрыть их состав более точно. Чтобы понимать, с чем мы имеем дело. И от этого уже отталкиваемся. А вдруг там не топовый? Сомневаюсь. Если честно, прям очень сильно сомневаюсь, что там... не настолько хорошие отряды пришли. Там будет... Там будет нормально. Там будет... Соответственно. Красная крепость. Улучшаем. Там должны соответствовать тому, что мы видели в первом бою. Золото. Стены. Будет непростительно стены не возводить. Хотя порядок пока вроде бы идет в плюс. Зорн. 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 Скулак. Давай вложимся. Лизардмены подходят. Но скулаку стоит. Путия смерти на денежку разводит нас. И эту копеечку оставим. Я могу себе позволить и создать дополнительный стэк. В принципе, да? Мои наемнички. Мои легендарные наемнички. Они готовы прийти на помощь. Не все, кстати, еще готовы. Только трое. Но попробовать можно. Эти трое тоже сделают погоду. Эти трое тоже могут сделать погоду. Поэтому давайте сейчас попробуем подойти поближе. Смотрим, что у них за армия. В принципе, да, соответствует. Перетаскиваем в железную бурю. Остаемся тут. Чунь-тань. Уводим в глазную крепость. Которая не отличается гарнизоном. Полным еще. А в Змеиных вратах создаем... Можем мастера боевых искусств. Либо ты 10 левел. Но что у тебя вкачано? У тебя, блин, навыки персонажа. Если магия, то... Нишняк. Ну, когти есть. Самое главное, в принципе, сейчас когти у нее и древние войны. Это... А, ну это... У которой я еще прохочу. Замечательно. Три отряда. Экстренных помощников и пару... Ну ладно, пусть один личик. На последнюю копейку. Отменять строительство даже сейчас не стало. То есть план такой. Но ставки сделаны, как говорится. Ставки больше не принимаются. Казино всегда в выигрыше. Но оправдаются ли мои математические расчеты в этой партии? Сейчас узнаем, куда они пойдут и что-нибудь идет. Все же, я думаю, преимущество зачастую они отдавали поселениям. И на эти поселения должны будут напасть. Хуже всего будет, если они все три армии подтянут к одному поселению. А они могут это сделать. И в Железной Буре основная армия уставшая будет. Хоть и гарнизон более полный. В Глазной Крепости армия не уставшая. Но гарнизон будет менее многочисленный. Такие вот дела. Надо как-то отбиваться. Они ж не зря. Столько времени здесь ждали своего часа. Их час настал. Ну а терия завершилась, друзья мои. До скорой встречи. С вами был Вера. Всем добра. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok